Гоша Гачевар трогал бупсича за бупсича Ну что ж, будем походу начинать Дамы и господа Новый ролик Толяна в честь 1 марта 2024 года С камерой Для тех, кто не знает предысторию Так, сейчас подождите Для тех, кто не знает предысторию, я сейчас расскажу Недавно Толя сделал пост Где написал, что так-то, так-то Хочет снова делать видео с камерой Что-то думать, что-то делать И начал, сделал ссылку на сбор средств Но как бы это не было смешно Толяну много денег не надо Я так понимаю, денег там накидали вообще по минимуму И этого хватило, чтобы Толя выложил видос Чтобы Толя выложил видос И он выложил видос прямо на следующий день Ролик вышел 11 часов назад 11 часов назад, дорогие мои друзья Что же тут будет, как вы считаете? Я считаю, никто не знает Ну, дамы и господа, поехали Свежак, свежак Это как шоу Трумэном какое-то уже Где там также главный герой дурачился Что-то делал Интересно Интересно Ну, это прям с философской точки зрения Что это значит? Анализируем Это какой-то альбом Амарант Видимо, связан со стримишей Арманд А Арманд, который этот самый, Ржух Наш Ну все, дамы и господа Он Он самый Он самый, дамы и господа Это он А не бать мне, конечно, сессионный Ну Толя Всем здорово Это он Зарос, конечно, да Толян 2024 Сейчас 1 марта Я выхожу пока не в лайв-стрим В общем, это вот новое видео Это вот новый я 1 марта 2024 года Официально можете занести в календарь Как возвращение Толяна В виде головы Лица И Качество камеры, конечно, просто отвратительное Блядь Но Нам и этого хватает, дамы и господа Все Заносим это в легендарные даты Заносим в легендарные даты Он живой Яйца, короче Что хотите, можете написать В общем, вот Вот Какой я сейчас И вот Вы только что видели Небольшую подсказку Что будет в ближайшее время У меня на канале То, что я уже давно обещал Но вот сейчас Скоро время подойдет Если кто не знает, что это такое Вы узнаете Если кто знает То тем более узнаете Вот Я просто рад Наконец-то показаться Чтоб меня все увидели И Вот Как обычно Я не стригусь Не бреюсь Ну, я иногда подстригаюсь Ну, вот В общем, вы знаете Я не стригусь Не бреюсь Но иногда я подстригаюсь То есть, ну Ну, все Это Толя Это наш Толя Да, я никогда не любил Не стрижься Не бриться Вот Я вообще, знаете Ну, в общем, вот Короче, вот он я Давно не виделись Наш, наш, наш Ну, то есть Слышали меня по голосу Вот мой шкаф Как обычный Короче Ну, я рад Просто наконец-то Себя показать Вот Ну, что Давно я себя хотел На бомбер Да Показать Давно об этом думал И меня давно уже Никто не видел Ну, кроме близких друзей Можно сказать Так, да? Вот И теперь меня Подписчики тоже увидят Вот Потому что я действительно Я давно не делал Не делал видео с камерой То есть Столько лет Я У меня был канал И столько лет Я себя записывал На камеру А потом вдруг Бац И перестал И для меня В какой-то В каком-то смысле Для меня Это было Как-то Странно Вот что-то не хватает Что-то не то Вот какое-то Такое ощущение было Потому что Когда ты делаешь что-то Много лет Чем-то занимаешься А потом Ты перестаешь Это заниматься Этим Или как-то Это меняешь В какое-то Другое русло Перевыводишь То вот Чувствуется Да вот что-то не то И вот у меня Тоже такое чувство Было Что-то не то Ребята У Толяна Было ощущение Что-то Определенно Не так Ну и 21 Активировал Премиум Но он это Перерос И смотрите Где мы На данный момент Толя вернулся Ни фига Не изменился Только чутка Зарос Мне вот не хотелось Вот понимаете У меня вот было Такое чувство Внутри И до сих пор Оно есть Вот честно скажу Сразу хочу Хочу всех Успокоить Чтобы вы Не Переживали То есть Чтобы хайпа Не было Особо сильного Я не планирую Полностью Возвращать формат Так Ну давай Давай Что ты планируешь Рассказывай Я делал Запись на камеру Полностью не будет Я периодически Хочу выходить Так сказать Являться народу Да И что-то рассказывать Что-то показывать Как вот то Что я в начале Видео показал Это Подсказочка небольшая То что О чем я буду рассказывать В ближайшее время На канале Вот То есть Я не хочу Чтобы люди Создали Я вот хочу Сейчас я расскажу Про волосы Я просто хочу Сказать Сначала Чтобы люди Не создавали Хайп Вокруг этого Потому что Сразу увидят Сейчас Толяна Скажут Толяна показался Столько лет прошло Толяна показался Толяна снова будет Показываться Видео с камеры Сразу Сразу Разнесут Я хочу Сразу Успокоить Ребят Я По крайней мере Вот по своему Внутреннему состоянию Я Не планирую И не хочу Да и не хотел В принципе Никогда Возвращаться Полностью на камеру Так Ну а что А что ты хотел Что Привет Бебей Чекаю уведомления А тут Аля новые видео Релизнул Легендарка А у меня Сегодня ДР Хорошего стрима Ой С днем рождения Альпин Гольдыч С днем рождения С днем рождения Спасибо большое Я так и буду Оставаться В основном Голосом за кадром Подкасты Летсплеи Так и будут Выходить Так Ну а в чем Смысл То есть ты сделал ролик Так Говоришь Что все так же Останется Подкасты Летсплеи А в чем проект Так же я буду Делать подкасты Где я буду Засчитывать донаты Благодарить тех Кто мне пришел Кто меня поддерживал Перепросил Передавать приветы То есть Это все никуда не делось Но плюс Иногда я буду Это разбавлять Показыванием себя На камеру Ну Ну вот 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 это нам И надо Во Вот То есть это Это не возвращается На канал Как основной формат А это будет Как дополнение Такое То есть Когда ты ешь Например Какое-то блюдо Да И ты добавляешь Соус Например Чтобы блюдо Разбавить Или Есть например Блюдо Да А есть топинг Что-то сверху Да Как дополнение Вот То есть Вот это Вот Я буду Иногда Хочу Вот так Вот Являться Что-то Рассказывать Показываться Как Вот Какой-то Такой Допал Короче Толя Заявляет Что он нам Сцедит Своего Фирменного Майонезу Контента Волнение Делать Вот Но основной На канале Так и будут Оставаться Подкасты Летсплеи То есть То что И продолжалось Короче Выходит Три подкаста Три летсплея Видосик Камеры Три подкаста Три летсплея Видосик С камеры Просто я вот Хотел Показаться И рассказать Себя Вот Показать И сказать То что Я вот Да Я Знаете Я никогда Не любил Мистерси Не бриться Почему Потому что Ну во-первых У нас Для чего-то Волосы растут Для чего-то Они нам даны Все Все же Не просто Так У все Вот это Парировал Ничего Слушайте То есть То есть Когда я не Стригусь И не бреюсь Это я Не зарос Это я Ребят Ну волосы Для чего-то Нам даны Это же Все Не просто Так Да Все Сознанно Господом Бога Его Есть Смысл Любая Деталь Она Для чего-то Существует Любое Событие Для чего-то Происходит Любой Человек Какую-то Роль Выполняет То Что У нас Растут Волосы Это же Не просто Так Для чего-то Это существует Для чего-то Это нам Дано Вот это Вот это Да Дядя Нашего Время Заведено Заведено У людей То Что Нужно Обязательно Бриться Нужно Обязательно Стричься Нужно Обязательно За собой Ухаживать А я Скажу Нахрен Это Все Делайте Как вам Комфортно Ну Вам неудобно Завтра Ну, а так, в принципе, вот я, например, один, одиночка всегда. Я как бы сам по себе. Поэтому я только на себя как бы рассчитываю. Мне комфортно так вот. Вот. Я так и живу. Как бы вот. Так что, ну, вы знаете, в принципе. Ну, да, Толя легко говорить. Ребят, ходите, а в чем вам удобно все? Главное, чтобы было удобно вам и сообществу вокруг вас. Вот это классно. И при этом Толя не выходит на улицу и как бы на сообщество чисто поебает. Идеально. Просто хочу сказать, может быть, кто-то не знает. Так что я вот не любил никогда ни стричься, ни бриться. У меня вот волосы очень длинные. У меня там сзади коса такая здоровая растет. Большая такая коса. Она почти у меня до поясницы. Не поверить, я вам, не знаю, я, может быть, покажу как-нибудь потом. У него реально коса до поясницы? Позорься до конца. Безумно можно быть первым. Короче, вот есть подкасты Лицплей. Это Шоколад. А есть видосы на камеру. Это взрывная карамель. Да. Навальный ушел. Толян пришел. Жертву принесли. Жертву принесли. Вот и думайте главы. Чисто коса такая здоровая. Волосы у меня внизу там уже большие такие длинные. Мама говорит, срежь их, срежь. Я говорю, да я не буду срезать. Ты что, у меня там такая хрень сзади будет. Вы, короче, не представляете. Так что, да. Если у Толи реально сейчас там коса до пояса, я охуеть. Волосы мое сокровище. Поэтому пусть будет. Да. Что? Вот. Так что, так что еще раз хочу сказать. Пожалуйста, хайп не создавайте. Все так, как было на канале, так и будет оставаться. Плюс будут небольшие разбавления периодически на камере. Вот. Рапунцель. Ну и также в ближайшее время то, что можно ожидать на канале. То, что вот было в начале. Если кто... Вот это ожидайте, дамы господа. Вот это ожидайте. Ждите. Вот это ждите. Кто не знает, вы услышите, увидите. И кто знает, тот поймет сразу, что это такое вот. Потом гудис сразу хочу. Ну ладно, сейчас не будем. Все потихоньку. Вот. Сразу просто не терплюсь рассказать. Прямо. Вот. Ну ладно, это все по чуть-чуть. Постепенно. Постепенно. Шажочками, да. Чик-чик-чик. Вот. Сразу все не надо вываливать. Сразу все не надо. А он все равно продолжает стоять, как скала. Ну, ладно, скажу своими словами. Значит, подкаст о группе Амарант, о новом альбоме заодно. Ну, основной, да, новый альбом. Плюс про группе тоже много лет прошло. Много чего. Насколько популярен в интернете жанр обзора музыки, обзора альбомов? Реально есть люди, которые берут вот, обозревают Чика Пака Чика Тану, блядь. Сидят, обсуждают новый альбом Линкен Парк, условно говоря. Рассказать прям, вот, поделиться очень хочу, рассказать. Потом вот, опять же, подкаст, где я буду зачитывать донаты, как я уже делал, передавать привет, все, что мне накопилось за последние, можно сказать, два месяца. Как обычно я делал, так и буду делать. Возможно, будут летсплей по Ларик Рофт. Я уже сделал видео, ну, там неудочно, да. Ну, мне нужно просто скилл мой, так сказать, чтобы ко мне вернулся. Я расти, так сказать, раст у меня. Ну, то есть, как бы я, как заржавел, да, уже давно не играл, все скилл потерял, вот, руки не слушаются, не туда идут, короче. Мне нужно, как бы, потренироваться заново играть, вот. Я хочу вот по Ларке, может быть, сделать летсплей. Так вот, еще в ближайшее время я хочу выложить видео про одно свое очень необычное увлечение. Вы, наверное, удивитесь, что я, что я так люблю делать. Как вы думаете, дамы и господа, что это за вещь, которую он так любит делать? Делать бочку, понятно. Вот, так что, вот так вот превью, да, что будет на канале. Да, блядь, я блядь обострал, блядь. Я пердолу, блядь, я бахалку. Подкаст про группу Амарант, возможно, летсплея по Ларри Крофт, подкаст с донатами, с ответами на вопросы, приветами, плюс видео про необычное увлечение. Ну и кто знает, что еще, а может быть, еще что-то будет. Вот, посмотрю, хотел подмигнуть, типа, да, может быть, что-то еще будет, я не знаю. Вот, ну короче, вот так что, всем огромнейшее спасибо, я хочу сказать то, что я очень, для меня всегда, и это волнительно, и я никогда не ожидаю, как оно будет. И для меня всегда очень удивительно и очень приятно. И меня это очень радует, то, что столько лет прошло, и до сих пор люди остаются на канале, которые меня не просто смотрят, просто прикалываются, там шутят как-то надо мной, а которые меня действительно поддерживают. А прикиньте, вот через лет сто, вот эту запись найдут, блять, планетяне какие-нибудь, это же страшно, вообще непонятно, что происходит, какие времена, что было, что за поддержка, о каких именно тяжелых временах, говорит Толян, что он имеет в виду. И такая поддержка, когда на меня сваливается, для меня это всегда очень удивительно, приятно, и, то есть, я просто полон эмоций сразу, я всех хочу поблагодарить, кто меня поддерживал. Короче, поняли, дорогие мои друзья, кидайте Толяну деньги, он на эмоциях, на радостях от донатов будет клепать ролики с камерой. Поняли? Просто лайками, там, комментариями на канале, да, ну это понятно, это всегда очень классно, когда контент-криэйтору, ну, человеку, который делает контент, что-то создает, выкладывает на канале, когда ему пишут хороший комментарий, ставит лайк на видео. Я никогда об этом не просил, но, честно говоря, это всегда приятно. Приятно видеть позитив, хорошую реакцию, вот, всегда, вот. А тем более, если есть финансовая, тем более, сейчас, да, такие сложные проблемы, до сих пор нет, ну, на ютюбе все вот эти блокировки, ограничения, вся вот эта херня, до сих пор мы с этим всем живем, и финансовая поддержка, она действительно очень важна. И когда ты видишь, столько много финансовой поддержки идет, особенно, когда я объявил, что я хочу снова видео с лицом записать, сколько людей сразу мне стали хорошего писать, отправлять, и финансовый, и морально, и хорошие комментарии. Ну, я говорю, этот ролик буквально был сделан на эмоциях от доната. Толя увидел кучу денег, охуел, и выложил видосик, вот и думайте головой. Поддержка сразу такая идет, и я прям сразу был ошарашен, я думаю, ну, нифига себе, действительно ли людям так интересно, действительно ли они прям так вот рады, вот, за меня так увидите, вот, все такое. Так что, спасибо, реально, очень, очень, очень приятно, удивлен, прям вот очень на эмоциональных, все так, вот, 150 рублей. Такое, вот, всем спасибо, и надеюсь, вы будете рады меня вот снова вот так вот увидеть, и яро тоже показаться. Да мы, Толь, мы тебе сколько об этом просили, ну, покажись, ну, что-нибудь, Толя. Вот, и сейчас я закончу, сейчас это я уже, сейчас видео закончу, в ближайшие дни можете ждать от меня новые, вот, не только лицо, но и подкасты, да. Ну, как, как я уже сказал, да, чтобы меня опять сто раз, опять сто раз что-то не повторять. Не могу подсказать, битчер лавер, даже не помню, о чем ты говоришь. Ну, и то, что я вот, сейчас вот текущее, то, что я бы хотел сказать, это то, что старые мои подписчики, кто меня уже давно знает, вы знаете то, что я очень люблю группу Iron Maiden. Я показываю коллекцию их дисков, у меня есть все их альбомы, вот. Ты что, у себя? И я хочу сказать то, что у вокалиста много очень лет прошло, очень много лет прошло, у вокалиста Брюса Диккенсона вышел новый альбом, называется Mandraig. Да-да-да, я не люблю острая селедка, поэтому я купил селедку с первой. Ну, Толя гений, гений. Project. Я этот альбом слушаю, и мне... послушал, я уже его один раз послушал, сейчас слушаю второй раз. Я слушаю, мне прям очень нравится. Прям вот действительно напоминает Iron Maiden. Да, нынешно лёд с моткой беда. Толян радуется так же, как Валтир младший на донаты Валтиру Айту. Прям вот очень, прям вот очень классно. У него другие альбомы есть тоже хорошие, но этот мне прям очень сильно нравится. Так что, всем, кто любит группу Iron Maiden, кто помнит моё видео о коллекции моих дисков, вот. Так что, всем, Брюса Диккенсона новый альбом Mandraig Project. По-моему, это первый альбом за чуть ли не за 15 лет, что ли. Я просто так рад, супер, мне очень нравится, вот. Так что, Брюс Диккенсона, вот. И надеемся у Iron Maiden тоже будет альбом скоро новый, ну, в ближайшие годы хотя бы. Так что я вот очень рад, так что вот хотел с таким тоже позитивом поделиться. Вот. Ну, вот. Так что, всем до встречи в новых видео, подкастах, летсплеях, блогах. Прошу заканчивать с них, что не заканчивается, еще три минуты, что еще скажешь. Всем счастливо, до встречи. Вот, и огромнейшее спасибо всем за поддержку. За любую... Посмотрите, вот эти печатали, он прощается, а еще ролик, три минуты точно идти будет. За любые, вот эти вот кусочки, каждый человек, который поддерживает, неважно, как он поддерживает, морально, материально или просто просмотром, да. Ну, это как бы каждый человек, это кусочек. И все кусочки... Вы все кусочки, дамы и господа. Кусочки, они сходятся в одно и получаются как одно целое, вот. Ну, все, Толя про коммунизм начал уже затирать, дамы и господа. Толя уже затирает за коммунизм. Вы все как кусочки, но вместе вы одно целое. Мы одно целое, вот. Так что, всем всего хорошего, спасибо, и надеюсь, у вас хорошая будет весна с 1 марта, с днем весны. А, все, уже тема ролика пошла, видео, 1 марта 2024 года. Всех с первого днем весны, но только они ждали. Кстати, Iron Maiden, Брюса Диккенсона, Мандрик Проджект, вот. Просто это вот, почему я хочу так концентрировать на этом, потому что я очень люблю музыку. Музыка для меня это основная часть, я весь из музыки, я обожаю музыку, я каждый день просто с музыкой, я не могу без музыки. Музыка это мое все, вот. И Мандрик Проджект Брюса Диккенсона, это вот самый новый, самый последний релиз, ну, выход альбома, который вышел. Вот, то есть каждый раз, когда мой... Интересно, а вот рассказать всем этим ребятам из Iron Maiden, что у них вот есть такой слушатель, как Толян, интересно, как бы они отреагировали? Как вы считаете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, в этом проекте, вот, Брюса Диккенсона. Так что еще раз всем большое спасибо за все, за то, что встаетесь со мной, вот. Как я видел такое видео, да, какое-то, руками так делал, я не помню, что за видео было. Вот, ну, вы, наверное, знаете, что я так делал руками, вот. Так что всем всего хорошего и до встречи. Свяжемся, узнай, свяжемся, онлайн-канал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, еще раз. Узнаем, свяжемся, онлайн-канал. Будут видео, короче. Ха-ха-ха-ха. Сука, блядь. Свяжемся, онлайн-канал, короче, ц... Ну, короче, ну, не, как... Вы все поняли, о чем я говорю. Ед, ну, нихуя не поняли, Толя. Чика-пока, 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 чика-пока Но сегодня уже события были. То есть, может быть, зимой как-то не очень, если было не очень, да, то с наступлением весны будет, наоборот, лучше. В лучшее русло жизнь перейдет. Так что я, мои волосы, мышка, вам желаю первого дня весны и хорошей весны. Всем счастливо. Ой, Толя, 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 а. Отладка речи еще не сделала. Ничего, ничего, сейчас вернется, сейчас. Самсон правильно не слезает. Локоны в них, сила. Да, Джеймс Франк хорошо, что вернулся. Ну что ж, какие сделаем выводы по ролику Толяна? Во-первых, ну, я мало какие могу сделать выводы на данный момент. В первую очередь, я все-таки жду какой-то следующий ролик с вепкой. Потому что одного ролика недостаточно, мало ли. Сейчас Толян скажет, вот все, ребята, сейчас как начну делать и не будет делать, блядь. Такое бывает. Это дело не в Толяне, это дело, в принципе, в человеческой натуре. Я вот к чему это веду. Вот так. Так что думаем, 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 дорогие мои друзья. И следим. Как бы он сказал то, что он также будет делать летсплей. А летсплей не сказать, что это прямо моя самая любимая рубрика. Ну, если Толе нравится, пусть сделает. Я тут ничего против не имею. Еще какие-то там видосики. Как бы мне интересно с вепкой, потому что с вепкой у Толя как-то иначе раскрывается, чем если он будет просто говорить, в микрофончик записывать подкасты. Это очень большая разница. На вепку Толя реально вот прям другой человек. Прям интересно наблюдать. Потому что, допустим, я на стриме, если, допустим, ставить какие-то а-ля на стримы, то я летсплей, я его летсплей, я его подкасты не особо хочу на стриме смотреть и слушать. Продолжение следует...